Всем огромный привет! Напомню, что меня зовут Карина. У нас сегодня будет парфюмерное видео. Мы поговорим о четырёх ароматах из люкса, которые у нас недавно появились. Это четыре новинки. Они у меня уже есть. Я их, собственно, все попробовала, распробовала и хочу поделиться с вами своими впечатлениями и эмоциями. Два из этих ароматов я знала, что они выходят. Я их прям очень ждала и готовилась, и вот уже чуть ли не транспаранты развешивала с ожиданием. Два оказались для меня сюрпризами в разной степени, приятными. Давайте начнём с того, что я ожидала больше всего. Это Эр Кроизьер Энджел Мюглер. Кто подписан на меня в Телеграм-канале, ссылка в описании, те наверняка читали о том, что я этим этой весной или в конце даже зимы активно рассуждала на тему того, что хочется какой-нибудь манговый аромат на тепло. Именно чтобы пах манго. Но всё, что я пробовала, мне либо нравится, но достаточно дорого, как, например, манговый аромат у Миколев, либо стоит недорого, но при этом достаточно химозит или что-то в этом духе. Ну, то есть, как-то мне ничего не нравилось, или это какой-то слишком сладкий был манго. Я знала, что Мюглер выпускает аромат на эту тему, но я по пирамиде не всегда могу сказать, что будет в итоге. То есть, я, конечно, примерно представляю, но при этом я знаю стилистику марки, и я знаю, что они с большой долей вероятности могли сделать настолько сладкий такой вот на основе Эля Энджела, то есть, это вот металлическая база и сладкие верха, аромат с манго, что это манго там где-то вот обертоном уложишь. И это тоже было бы хорошо, но когда я этот аромат попробовала, я поняла, что они просто вот как будто бы залезли мне в голову, вытащили это оттуда и воплотили в парфюм. Реально. Потому что это вот прям стопроцентное угадание в то, чего я хотела от мангового аромата. Потому что это манго, оно не сладкое, оно настоящее. То есть, ну, настоящее манго, оно сладкое, но это фруктовая сладость, а не сахарная. И здесь вот именно это, такое чувство, знаете, что вот этот прекрасный совершенно флакон цвета заката. Так сожмешь в кулаке, и из него сок потечет. Вот. Гера! Знаете, вот я сейчас, у меня просто лежит на столе в пакете мясо, и мой замечательный кот. Вот. Продолжим разговор. Что вот этот вот сок просто потечет из этого флакона, это не происходит, естественно. Но сам аромат, если вы любите Энджел, вы узнаете в нем ангельскую базу. Я нанесу на блотер. Чем я это делаю левой рукой? Вы узнаете в нем вот эту ангельскую базу, все эти почули, вот это ощущение раскаленного металла, точнее даже не раскаленного, а сияющего на солнце металла, отраженного света, который есть в Ангеле. Здесь это все есть, но при этом это все размыто настолько, чтобы не быть прям вот таким суперпродолжением линейки. То есть этот аромат вполне мог бы встать в самостоятельную какую-то историю, там в линейке, например, эксклюзивов, да, или там возглавить какую-то свою собственную линейку. То есть все это в этом аромате могло быть, но при этом, если вы любите Ангела, вы его узнаете. Если вы его не любите, он не будет вам здесь мешать. Вот как-то так. Здесь есть и почульная сторона такая, почульно-гурманская. В нем есть вот эти вот фрукты. В пирамиде есть еще маракуйя, но я лично маракуйю не ощущаю как таковое, потому что маракуйя для меня это скорее что-то типа Кассиопеи Теренци. И вот здесь такого нет. Здесь есть именно манга. Он офигенный. Если вы интересуетесь, то я прям рекомендую идти пробовать, просто потому что это лимитка. И в этом году у нас был Фрутифейр, в этом году у нас Сокер Азьер, в следующем году они придумают что-то еще. Но на следующий год этого аромата, ну где-то, знаете, на остатках, там в углу, в интернет-магазине. Может быть, но и то не факт. Поэтому вот это только этим летом. И это стоит того, чтобы если у вас есть, например, классический ангел или там туалетная вода, и вы думаете, что вам больше какие-то варианты из этой леники не нужны, вот, возможно, круизер вам нужен, потому что он достаточно отличается. И многие мои, кстати, знакомые, кто обычно к ангелу говорят, что, типа, ну, это too much, что он очень уж тяжел в восприятии. А вот этот аромат оценили. Я знаю, что несколько человек пошли и купили уже, потому что он прям, да. Второй аромат тоже Mugler, это Aura de Parfum Sensuel. Третья аура в линейке, продолжение этой франшизы. Если вас классическая аура немножко пугает, напрягает и все такое, то же самое, что я говорила про круизер. Если вы любите классический ангел, то он вам понравится, потому что достаточно узнаваемо. Если не любите, то мне будет мешать. Вот это же можно сказать про ауру. Обычная аура, она с характером. Это тот террорист, который сам не пойдет с вами на переговоры. Аура в туалетной воде, она более облегченная, более носибельная, с грушей. Этот вариант гламурный. Собственно, мои друзья, это Богдан и Лена, Лена-охранительница Экреи, Богдан Зырянов, соответственно, дали две ассоциации этому аромату, которых я не могу теперь отделаться. Я озвучу вам их. Лена сказала, что это проститутка с хорошим вкусом, а Богдан, что это чудовищная инопланетная тварь, которая попала в салон красоты, ее там так прибарахлили. Вот где-то что-то и то и другое сразу в хорошем смысле этого слова. В начале здесь аккорд жвачки лавыз, потом появляется гордение, и дальше на передний план выходит вот этот вот самый змеиный аккорд ауры, но он более смягчен, он как будто немного разбавлен. Если обычная аура, даже если вы ее любите, она не факт, что на вас садится сразу хорошо, потому что у меня тоже бывают дни, когда аура садится так, что он, Господи, всех святых выносит. Вот, то вот этот вариант, он с вероятностью 99% он сядет. Он очень хороший. Он очень хороший, попробуйте, поинтересуйтесь, как минимум. Это интересно. Я знаю, что будут еще новые флаконы, я прям очень их жду, потому что там будут крутые новые флаконы, и будет интересно, как будет развиваться эта линейка, потому что, безусловно, марка делает на нее, как я понимаю, очень серьезную ставку. Далее. Далее не такие яркие эмоции. Это у нас аромат Stent of Kiss от Arman Bassi. У нас уже в прошлом году выходила помада от Cacharel. Я не помню, как она называется, что-то там, аэм, бла-бла-бла, кажется. Я сейчас могу путать. Ну, в общем, вы меня поняли, помада. Сейчас у нас вышла новая помада, и по дизайну эта помада мне нравится больше, потому что она реально на помаду похожа, такая гигантская, но тем не менее, вот не вызывает вопросов с той помадой. У меня были какие-то сомнения, что это вообще помада. Та была про малину, эта про клубнику. И вот это вот, по моему выражению лица, понятно, что это то, что в аромате мне, к сожалению, мешает. Я прям зачитаю вам его пирамиду, потому что я меньше всего с ним общалась, с этим ароматом для него сейчас жарковато. Верхние ноты яблоко, клубника, грейпфрут, груша, ноты сердца, роза, шасмин, цветы персика, цветы апельсины, базовые ноты, кедрованиль, сандал, пачули. То есть много-много фруктов, совсем немного цветов, и такая достаточно классическая база. В случае с этим парфюмом я бы хотела, знаете, чтобы время замерло, потому что вот когда я его вдыхаю, вот в первые секунды, это охренительно, это просто охуительно красиво, потому что в нем есть вот этот персиковый цвет, в нем есть яблоко такое прям хрустященькое, вот тверденькое, в нем есть груша, в нем есть вот все вот то, что как бы в летний период я очень люблю в ароматах. Но проходит буквально там 20 секунд, и на передний план выходит клубника, и я капитулирую. Мне начинает мешать, для меня слишком сладко. Я буквально, знаете, вот вчера у нас было еще жарко, сегодня наконец немножко сползла жара, хотя я все равно, о, мокрый. Вот. Вчера буквально сидели с подругой, пили с ней лимонад клубничный цитрусовый какой-то. Я подумала о том, что было бы классно вот аромат с клубникой вот такой, вот именно с настоящей клубникой. Но дело в том, что все у нас ароматы, которые про клубнику, они на самом деле не про клубнику, а про клубничное варенье. И это не та история, которая мне нравится, потому что клубничное варенье, ну, неплохо, но для меня сладко, я не люблю сладкие истории. И эта нота начинает мне мешать. То есть, если бы в этом аромате эту ноту для меня немного пригасили, кстати, мне на руку попало, немножко пригасили, прикрутили, я бы сказала, что это вообще замечательно. Или вообще, вот в идеале, вообще, конечно, лучше убрали. Вот. Я не знаю, буду ли я его носить. Я еще попробую, не, пришел он в просылке. Я еще попробую, примерю его, когда похолодает. Может быть, меня эта клубника не будет так раздражать. Если будет раздражать, ну, у меня есть потребитель, который всегда рад, всегда счастливый, всегда говорит спасибо на любой подарок. Это мама, у которой все парфюмы стойкие, все помады держатся, и все кремы хорошо работают. Вот. Я думаю, что она, вот, как человек более толерантный к этой ноте, она это оценит, ей это понравится. Для меня, ну, немножко сладковата, вот, клубничная часть. Но если вы не настолько чувствительная фея в плане клубники, как я, то я думаю, что он вам зайдет, потому что, вот, все, что я у него чувствую, кроме клубники, прям, прям пятерочка. Вот реально. Марка хорошая, я очень люблю классику и некоторые другие ароматы. И этот, в общем-то, неплох, просто немножко не по моему плечу. И четвертый парфюм, это у нас новинка Лан Ван, которая называется Геолан Капри. Я была на презентации Эль-Беттуалевской этого аромата. И я, прямо, вы знаете, я, во-первых, не ожидала, что они что-то вообще выпускают, кроме клад, Мэри Ми, или как он там называется, и Жене, ну, это, Жанночке. Я не ожидала, что они делают еще хотя бы что-то. И тут вот оказалось, что новая линейка, новая франшиза. И это меня порадовало. Ну, собственно, по описанию понятно, что у нас речь идет о острове Капри. По дизайну флакона уже можно так примерно прикинуть, что здесь будет что-то на тему кисленького, потому что флакон желтый, ну, жидко-желтая. Внутри это аромат действительно на тему цитрусовых апельсин и капри. Цитрусы капри. Начинается он не сладкими цитрусами. Здесь есть лимон, в пирамиде написанная цветы грейпфрута, но я не очень понимаю, что это именно цветы грейпфрута. В любом случае я чувствую какие-то не сладкие цитрусы. Лимоны, лайм, и все вот в таком духе. Потом появляется акватический аккорд, достаточно корректный, что он меня не раздражает. Нота мокрой древесины, какая-то такая амбра-мускусная деревяшечная база, которая, собственно, аромат будет связывать с вашей кожей. Когда он на коже согревается, я несколько дней его проносила, чтобы вот окончательно распробовать и понять. Когда он на коже согревается, в нем появляется такая нота, скорее, как лимонные леденцы. Вот эти самые лимонные дольки Альбуса Дамблдора. Вот что-то в этом духе. И он в связи с этим начинает заигрывать с такой сахарно-гурманской темой. Но поскольку на контрасте с очень-очень кислым, это крайне деликатно сделано. То есть здесь нет прям ощущения, что это именно сахар с лимоном. Нет, но это именно лимонные конфетки, то есть это не натуральный лимон. При этом насчет стойкости. У меня когда спрашивали в Инстаграм, когда я только написала о нем пост, что, наверное, он очень нестойкий. Гернут цитрусы, блин, стойкими не бывают. Теперь могу сказать о том, что этот аромат... Вот Матвей Юдов так сказал о Жой Диор, я вот скажу так о нем. Вот как маленькая собачка, с виду безобидная, но вцепится намертво. Вот здесь то же самое, с виду безобидный, держится более чем достаточно. Не цитрусы, цитрусы слетают, а вот этот вот амброво-мускусный блок с деревяшечками совсем-совсем-совсем, вот он сидит прям очень неплохо. Поэтому вот как-то так. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что вы из этого уже пробовали или, может быть, уже даже купили, и какие у вас впечатления. Не забудьте подписаться на канал, если еще этого не сделали, поставить лайк, если вам понравилось, или дизлайк, если вам не понравилось. Спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok